всем привет друзья вы на канале воин боди магирт тренер женибек алимханулы рассказал когда хочет чтобы его подопечный вернулся в ринг а также поделился своим мнением относительно соперника я уверен что он лучше боец среднем весе он сможет объединить титул из чарла если говорить о головки не то не оба из казахстана казахи даже не спаррингуют с друг с другом давайте посмотрим что произойдет но сейчас остается только скрестить пальцы я уверен что женибек позвонит мне уже через неделю он впервые побывал в глубоких водах поэтому я собираюсь оставить его в покое сейчас я хочу чтобы он отправился домой потому что не видел свою семью четыре месяца ему нужно отдохнуть повеселиться а в следующем году мы начнем с того места на котором остановились февраль или март я считаю оптимальным вариантом для возвращения тимати брэдли считает что главным преимуществом дмитрия бивола в бою против артура биттербиева станет футворк убивала хорошая защита я знаю что биттербиев это другой уровень мощи но ему все равно нужно донести удар ему необходимо понять как попасть с точки зрения мощи в этом поединке 50 на 50 биттербиев тоже умен но ноги это элемент в котором заключается разница я считаю что ноги бивола намного лучше мне кажется что он лучше защищается я думаю что бил перебет биттербиева если биттербиев поймает его то возможно это будет спокойной ночи но айкью бивола слишком высокий этот чувак входит мой топ-5 паун-фа-паун в этом нет сомнений бивол крутой парень я выберу пивола в бою с биттербиевом дмитрий знает каждый аспект ринга он знает как уйти от соперника у него физический контроль ринга какие работы на ближней дистанции мы говорили что не умеет работать вблизи но черт побери бил это умеет он стоит соперника в это положение а затем извлекает из него выгоду он дает волю рукам я никогда не видел чтобы хильберту рамирес боялся выбрасывать удары но с биволом он боялся каждый раз когда рамирес бил он терял равновесие а бивол оставался достаточно близко и пускал ход свои руки спортивный обзорватель из миняполиса патрик ройси сообщил положительную новость на фоне ситуации с айдосом ирбасанула в начале месяца айдос проиграл нокаутом давидом орелю после чего был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и введен в искусственную кому однако ройси проинформировал что организаторы за полученного ивента телеканал шоу-тайм и арена армори уже запланировали очередной вечер бокса на конец года что может быть воспринято как хороший знак и улучшение состояния айдоса ирбасанула сауль альварес назвал причину поражения в поединке с дмитрием биволом и высказался потенциальном бои с александром усиком я дал очень близкий бой несмотря на то что имел ограничения в работе рукой и плечом я отлично провел первую половину боя но затем устал из-за того что мы не подготовились должным образом что особенно важно более тяжелых дивизионах где вам приходится испытывать больше нагрузки реванш вот на что мы нацелены я проиграл пытаясь попасть в историю еще одного дивизиона конкурентного дивизиона как по мне билл сейчас номер один в полу тяжелом весе усик отличный боец он был крузервейте он прошел весь путь я боец который любит вызовы и которому нравится чувствовать себя в опасности на ринге это то что дает адреналин думаю я буду готов к возвращению в мае кости дзю практически не верит в хорвата филиппа урговича возможном поединке с александром усиком любой претендент является сильным соперником так как этот бой за звание чемпиона мира урговича хорошая статистика однако шансы против усика крайне малы для усика бой не будет легкой прогулкой надеюсь он хорошо подготовиться но то что он чемпион играет главное значение а на это у меня все друзья большое спасибо за просмотр поддержите это видео своим бойцовским лайком пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока а